И мы продолжаем. Сейчас у меня в гостях Юрий Рыдаков, президент Союза Дикоросов России. И сегодня проходит последний день выставки ProdExpo, и мы подводим итоги. Юрий, как для вас прошла выставка, что значительно успели сделать и какие цели достигли во время проведения выставки? У нас выставка прошла, скажем так, на одном дыхании. Мы сюда приехали, поскольку ProdExpo – это крупнейшая российская выставка, куда приезжают практически компании-производители продукции со всей России. Здесь продукция представлена, наверное, от Сахалина до Калининграда. Компании от совсем маленьких, которые выпускают небольшие партии, до компаний, которые присутствуют, по сути, во всех крупных федеральных сетях и в том числе поставляют продукцию на экспорт. Что мы здесь сделали за эту неделю? Практически всю неделю мы здесь проводили кучу переговоров. Значит, большой интерес, конечно, вызывает аутентичная продукция кедровая, из диких ягод, из грибов. Ну, а также в этом году большой интерес вызвали травяные чаи. Это вот такой, ну, скажем так, новый тренд. Вот. Компании, конечно, повышают уровень переработки продукции. Они, ну, скажем так, закупают новые оборудования, поскольку очень многие регионы способствуют именно развитию переработки таким вот образом. Юрий, скажите, вы вчера ходили довольны, говорили, что с экспортом договорились. Что удалось решить в плане экспорта? Вот могли бы раскрыть некоторые детали? Да. Значит, вчера прошло замечательное мероприятие. Это центр закупок зарубежных сетей. Компания «Империя» нас все время удивляет какими-то новинками функциональными. И мы как раз, шесть наших производителей, приняли участие в переговорах с иностранными сетями. Что хочу сказать? Конечно, продукция, ну, в хорошем смысле вызвала фурор. Интерес очень большой. Естественно, что, скажем так, культура потребления этой продукции в разных странах различается. Но, собственно говоря, все страны, все представители всех закупщиков, и европейские, и азиатские, очень понравилось такой продукт, как кедровое молочко, вообще вся кедровая линейка. Вот. Грибы в разных видах. Вплоть до того, что, ну, сейчас вот есть предварительный интерес по поводу свежей лисички, вот, в Германию и Польшу. Очень интересная ягодная группа. И здесь, ну, скажем так, пока это секрет, но одна из компаний, производящих мороженое, тоже очень заинтересовалась. Вот. И я так думаю, что ближайшие, там, полтора месяца мы, естественно, будем проводить анализ этой переговорной деятельности. Ну, и те компании, которые, собственно говоря, не успели по каким-то причинам попасть на это мероприятие, у них есть шанс, собственно говоря, либо через наших партнеров, ритейл.ру, там они, скажем так, как проводник информационный, либо на сайт Союза Дикоросов обратиться, и мы подскажем, возьмем свой дружный коллектив, чтобы люди все-таки во всем мире могли, скажем так, кушать те чистые экологичные продукты, которые производятся в России. Юрий, спасибо вам огромное. Оставайтесь с нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!